Всем привет! Это видео о том, как восстановить доступ к VMKeeper WinPro после переустановки Windows или форматирования жесткого диска. Итак, после запуска VMKeeper WinPro программа предлагает ввести VMID и пароль, а также место хранения ключей доступа. Так как это первая попытка входа в программу с указанного компьютера или после переустановки операционной системы, то VMKeeper WinPro не может найти служебный файл, в связи с чем предлагает выбрать возможную причину этого, а также ситуацию с наличием файла ключей, указать путь к нему и ввести пароль к файлу. Шаг 1. Восстановление файла ключей. Чтобы восстановить файл ключей KVM, запустим Hetman Partition Recovery и просканируем флешку или жесткий диск, на котором хранился ключ до присновки Windows или форматирования диска. Если файл ключей хранился на жестком диске компьютера, то лучше, если вы вспомните папку, в которой он был сохранен, так его будет легче найти. Выберите нужный вам файл и сохраните его в удобное место. После чего можете продолжить вход в ваш WebMoney аккаунт с помощью VMKeeper WinPro. Шаг 2. Восстановление истории операции VMID и переписки по внутренней почте. Описанное ранее восстановление доступа пользователя к кошелькам WebMoney будет неполным, если не упомянуть еще один важный момент. Это восстановление истории операции VMID и переписки по внутренней почте. Вся история вашего VMID в случае использования VMKeeper WinPro хранится в файле кошельков на вашем компьютере. Данный файл имеет название вашего VMID и расширение .pvm. Он создается кипером автоматически во время его работы и по умолчанию сохраняется в профиле пользователя на диске C. Кроме указанного файла, в папке WebMoney профиля пользователя находятся еще три файла, которые создаются в VMKeeper WinPro и используются программой во время запуска и загрузки истории операций. Конечно, историю операций по вашим кошелькам можно увидеть с помощью сервиса отчеты на сайте WebMoney, но ее также можно попробовать восстановить и в вашем кипере. Для этого запустите Hetman Partition Recovery и восстановите утерянные файлы кошельков вашего VMID и содержимое папки C.Users.Имя пользователя AppData.RoamingWebMoney, используя глубокий анализ. После скопируйте все восстановленные файлы в папку C.Users.Имя пользователя AppData.RoamingWebMoney, после чего повторно запустите VMKeeper и введите пароль вашего VMID. В результате этого VMKeeper загрузится с восстановленных вами файлов истории. Всем спасибо за просмотр. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы в комментариях. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok